Друзья, всем привет! Рынок недвижимости – вещь недешевая. Есть замечательные слова – предупрежден, значит вооружен. Покупка квартиры абсолютно для любого семейного бюджета – это серьезный вклад. Не забываем о том, что многие покупают недвижимость в ипотеку на 15, 20, а то и 30 лет. Я задался вопросом, а как сегодня вас могут обмануть при покупке или продаже вашей квартиры? Я решил пообщаться с одним своим хорошим знакомым агентом, который активно занимается покупкой, продажей квартир на предмет того, чтобы он нам ответил на ряд вопросов, как сегодня человека могут обмануть. Пойдемте с ним познакомимся, кто-то из вас его вспомнит. Этот сюжет будет для вас максимально полезен по информации, поэтому присаживайтесь, мы постараемся все сделать кратко, но по существу. Приятного просмотра! Один из минусов жизни в нашей стране для кого-то значительный, для кого-то незначительный – это климат. Вот согласитесь, лето пролетает очень быстро, а вот серость, холод, грязь у нас как минимум полгода. И многие хотят изменить свою жизнь путем получения нового климата. Кто-то уезжает на наш юг, а кто-то покупает квартиры за границей. И прямо сейчас я вам хочу рассказать про такую компанию, как Summer Home, которая является застройщиком в городе Алане, Республика Турция и также агентством по недвижимости. В описании к этому ролику и в первом закрепленном комментарии я оставлю активную ссылочку на их сайт, где вы можете посмотреть, почем вообще квартиры в Турции. Так, например, хорошую двушку можно купить за 50 тысяч евро. Однокомнатные квартиры и того дешевле. Summer Home занимаются не только продажей и строительством недвижимости, так еще они ведут полную сделку. Так, например, покупая квартиру, вам помогут оформить вид на жительство. А если вы вкладываетесь и покупаете недвижимость на сумму от 250 тысяч долларов, то вы получаете паспорт гражданина Турции. И хочу сделать акцент, что компания Summer Home – это не какой-то там Филькин застройщик. Это известная компания, это крупнейший застройщик в городе Алане с 2002 года. И не забывайте, ребята, что это рынок, со всеми можно торговаться. Увидели ценник, созвонились, пообщались. Если вас объект заинтересовался, торгуйтесь. Это нужно делать, и они будут этому только рады. А если у вас возникнет вопрос, ну купил я квартиру, ну слетал туда на месяц, на два отдохнул, а потом вернулся обратно в Москву или в любой другой город работать. Что делать с этой недвижимостью? Компания предоставляет услугу по управлению вашей недвижимости. Они будут сдавать вашу квартиру, пока вас нет. Как только вы захотели вернуться, делают полный клининг, вы приезжаете, все чистенькое, дезинфицированное. Наслаждайтесь отдыхом в вашей квартире. Именно поэтому на Summer Home я оставляю ссылочки в описании. Переходите, знакомьтесь, смотрите. Надо, оставляйте заявку, с вами свяжется менеджер, и все вам детально расскажет. Приятного пользования. Дамир, прекрасный осенний лук. Друзья, давайте я вам кратенько представлю. Дамир, агент по недвижимости, риэлтор, кому как больше нравится. Этот человек непосредственно вел мою сделку по квартире, я оставлял на него контакты. Лицо проверенное, соответственно, многие из вас уже, как он говорит, обращались. Кому-то сделку ведут, кому-то довели. Факт в чем? У него есть опыт. Мы уже снимали с ним несколько роликов, по существу все говорит. Именно поэтому я предложил ему засядь этот сюжет. Он накидал основные тезисы, о которых мы сейчас поговорим. Но прежде чем мы начнем, Дамир, вот скажи, на сегодняшний день, можно сказать, начало сентября 2021 года, что происходит на рынке? Вкратце, упали продажи, упали цены или спрос как был в последнее время, так и остался? Вот дай такую краткую аналитику. В конце июля-в начале августа спрос упал из-за сезонности. Все в отпусках, никому не делали до недвижимости, как правило. Сейчас, на момент конца августа-начала сентября спрос опять высокий. А при том, что упал, как-то цены отобразились на это, на недвижку, на новостройки упали? Нет, особо не упало. Просто продажа, количество сделок сократилось, а ценники особо не упали. Но при этом, вот из 100%, в основном, как люди покупают? Наличка или все-таки ипотека? Как ни странно, за этот год у меня количество сделок именно с наличкой процентов, наверное, 30. Это очень много, учитывая, что в прошлом году количество сделок с ипотекой было процентов 95, наверное. То есть практически все были с ипотекой, сейчас очень много за наличку. Ну и что в основном народ выбирает? Вторичку или все-таки первичное жилье, новострои? Очень много инвесторов заходит под аренду. Да, то есть люди хотят деньги сохранить в недвижимости. Дамир, расскажи, пожалуйста, вот бывает такая ситуация, что люди ищут себе работу и видят вакансии в агентствах недвижимости. Стажером, где зарплата от 100, 300, миллион, в общем, сразу какие-то привлекательные цены. Вот расскажи, пожалуйста, как себе стажеры в агентствах недвижимости в реале набирают клиентов? Нужно понимать, что в Москве и в Московской области и во многих больших городах в России агентства работают плюс-минус по одному и тому же сценарию. Они набирают себе стажеров, людей абсолютно без опыта работы, которые не разбираются ни в респруденции, ни в недвижимости, ни в продажах, ни в чем. И далее их муштруют для того, чтобы они хантили себе клиентуру. Так, вот теперь два слова муштруют и хантили. Это как по-русски? Муштруют – это значит научивают тупым способом, а хантят – это значит отправляют их в свободное плавание недвижимости, чтобы они искали себе клиентов. Стажеры, как правило, находят себе клиентов с помощью свободных досок объявлений. ЦАН, Ниадекс недвижимости, Авито – неважно. То есть во всех этих площадках есть фильтр по сортировке по собственникам либо по агентствам. Короче говоря, они сортируют весь этот список по собственникам и начинают прозвон. То есть эти холодные звонки серии «Здравствуйте, вы квартиру продаете, мы агентство недвижимости». Чтобы вы понимали, когда я продавал свою однушку, я ее продавал сам, я выставил на известные доски объявлений в день примерно от первые 3-4 дня по 50 звонков от разных агентств. Еще не забывай, что ты выставил объект плюс-минус в рыночной цене, то есть адекватная стоимость была. У людей, которые выставляют, таких большинство, которые выставляют неадекватные стоимости, выше рынка на миллионы и больше, им тоже звонят. Только не по 50 звонков, но штук 20 в день есть. И это плохо, потому что люди думают, что они попали в рынок и у них цена адекватная. Но звонки все абсолютно только от стажеров. Ну и таким образом, смотри, когда стажеру обещают, что он с первого месяца начнет зарабатывать большие деньги, что происходит в реалии? Вот можешь рассказать, вот допустим, сегодня сидит человек и думает, надо начать что-то новое. Почему бы мне не пойти в агентство недвижимости, раз там можно, как ты сказал, с улицы прийти, ничего не знать? Чтобы хоть какие-то деньги заработать. Ну какие-то, какие примерно? С одной сделки. 50 тысяч хотя бы заработать в месяц. С одной сделки можно будет, правильно? Для этого надо месяца два. Если есть хоть какой-то опыт, хоть в каких-то продажах, или если есть навык очень быстрого обучения, тогда это где-то два месяца. Если человек обычный и средний, это где-то 3-4 месяца в среднем. Таким образом, друзья, наматывайте себе на ус, что вот эти все истории, кто там думает, сейчас я пойду и будет сразу много денег, по факту это холодные звонки, бесконечные выезды. Зарабатывать денег много можно, только для этого надо много учиться, много опыта нарабатывать. Спустя там года, да, конечно, там потолка вообще не существует. Кто в первую очередь звонит тебе, когда ты выставляешь свою квартиру на продажу? Это стажеры. Либо специально нанятые люди, которые именно занимаются монотонными звонками. Но, как правило, это стажеры. Вот эти все звонки, они разделяются на две группы. Первая группа немножко более по-тупому работает, но все равно, если работает, значит, результат есть. Они продвигают услугу по телефону и предлагают сотрудничать прямо по телефону. Еще когда я работал стажером в агентстве недвижимости, мне еще тогда сказали, что такая услуга по телефону не продается. Поэтому это совершенно история неинтересная. Вторая категория стажеров, которые звонят, это стажеры, которые хотят прийти к вам на объект. Вот это вот как раз ключевой момент, как мне кажется. Потому что эти люди звонят вам и говорят, здравствуйте, квартирку продаете, заинтересовало. Он вам не говорит, что он агент недвижимости. У вас, как у продавца, складывается впечатление, о, есть потенциальный клиент. Вы выделяете на это время, он приходит, осматривает вашу квартиру. Дальше все идет очень индивидуально. В зависимости от агентства недвижимости, от самого агента, от способов работы и прочей-прочей много истории. Сейчас мы все это, обо всем будем об этом говорить. Задача по телефонному звонку у стажера прийти на объект. Достичь цели, чтобы вас пригласили на объект. Попасть к вам в дом. Да, это самое главное. А дальше уже идет либо околомошенническая схема, когда стажер фотографирует объект и без вашего ведома уставляет рекламу. Это мошенническое действие, кстати говоря. Второе, это разработка легенды, либо скриптов. И выходы из легенды уже на объекте. Расскажи, что это за легенды там. Легенды. Когда вам звонят стажеры, им для того, чтобы попасть к вам на квартиру, надо немало, во-первых, стресса преодолеть, чтобы напроситься кому-то в гости. А во-вторых, надо сделать так, чтобы вы согласились. Чтобы вы согласились, это все должно выглядеть убедительно. Чтобы выглядело убедительно, они создают легенды. Какие легенды могут быть? Просто первое, что в голову приходит. Есть клиент на вашу квартиру, не может приехать посмотреть сам, я приеду, посмотрю. Клиенты находятся за городом. Клиенты не из России, либо в другом регионе. Я не знаю, клиенты, малодвижущиеся граждане с ограниченной мобильностью, я должен сам приехать посмотреть. Я должен убедиться, что квартира соответствует тем фотографиям, которые есть там на площадке, и сам посмотрит. В общем говоря, легенд много. Слушай, все, что ты сейчас озвучил, когда я выставлял квартиру, мне реально по всем этим моментам звонили. Я ищу квартиру, у нас очень состоянный дядечка из серии, он хочет купить ее, просто вложить денег, он сам не катается, приеду я, и так далее, и тому подобное. Еще отдельно, вот как ты сказал тоже, у нас инвестиционная компания, мы оцениваем недвижимость, смотрим, нам надо приехать посмотреть, все отфотографировать, и потом дать свое предложение по цене. Короче говоря, все это легенды. В чем это плохо? Кроме того, что сам собственник время тратит на эти все показы, ненужные абсолютно. Второе, чем это плохо, нормальным и профессиональным участникам рынка это мешает, потому что у меня действительно есть клиенты, которые живут не в России, действительно есть клиенты, которые живут в других регионах, и мне действительно нужно самому ехать на объект, и по видеосвязям показывать объекты. А собственники, когда я вижу, что собственник продает объект, он, скорее всего, на это не согласится, и поэтому у меня объект минусится, потому что я не могу его посмотреть. Потому что тебя уже тоже рассматривают. Ну, рассматриваю как стажера, да, я буду сейчас как будто впаривать ему услугу. После того, как стажер непосредственно находится на объекте, в зависимости от легенды, ему надо из этой легенды выходить. Выходят по-разному. Например, легенда может быть, что я сын своих родителей, родители хотят переехать в Москву, я смотрю для них квартиру. И далее, как выйти из этой легенды? Вы знаете, вот человек, с которым я работаю, кто будет проверять квартиру, он очень крутой продажник. Если заинтересовало, то есть в процессе диалога, когда на объекте стажер находится, это чистая психология. Его задача сделать так, чтобы человек сам заинтересовался, сам попросил номер. Но если это не произошло, он без зазрения совести даст просто визитку и уйдет. Все, это как бы вот такая реклама, это вот такая легенда. Другая легенда, что стажер приезжает на объект, смотрит на этот объект, выделяет какие-то недостатки, которым он может быть, либо докопается, либо они действительно существуют. И говорит, что по этим именно недостаткам клиенту объект не подходит. Ну раз уж я приехал, давайте, может быть, я вам помогу продать. Вторая легенда. То есть таких легенд, и они раскручиваются, и они должны выходить из легенды. Это для стажеров всегда очень большой стресс, потому что он как бы, ну, оголяется, грубо говоря, перед собственником, говорит, вот я такой, я пришел впаривать услугу. Но это все подкреплено разговорами, психологией и прочей истории. Там уже выстрелить не выстрелить. Короче, сюда отлично подходит поговорка «волка ноги кормят». Да, да, это абсолютно про эту работу. Бывает такая ситуация, когда заходишь на доски объявлений, смотришь, в доме продается 4 квартиры. Открываешь, а это одна и та же квартира от разных агентств. Агентство А, агентство Б, у них либо даже цены совпадают, либо у кого-то на 100 тысяч больше, меньше. Вот расскажи, почему это считается провалом для продажи? К вам пришел стажер на объект и в итоге все-таки вас убедил для того, чтобы продавать. Но вы говорите, ты продавай, но я с рекламой уходить не буду. Итого у вас уже двое. Такой стажер может из другого агентства прийти и повторить все то же самое. Короче говоря, возникает два и более рекламных предложений по одному объекту. Почему это плохо? Вот, когда ко мне люди обращаются с продажей, первое, что я делаю, это аналитику. Аналитика позволяет узнать, сколько стоит объект и за сколько мы его продадим ориентировочно. Аналитику в данном случае никто не проводил. То есть, собственник сам выставил объявление из своих соображений, а остальные агенты это предложение поддержали. И, скорее всего, стоят, как правило, по той же цене. Чем это плохо? Вот после того, как мы вышли в рекламу, главное, на что мы смотрим, это на спрос, на реакцию рынка. От этой реакции рынка мы выстраиваем стратегию по продаже. Как мы будем дальше этот объект продавать? По какой цене? Правильно ли мы его позиционируем? Правильно ли мы целевую аудиторию выбрали для рекламы и так далее? В данном случае никакой стратегии не вырабатывается. Просто собственник стоит на определенной цене. Иногда агент может позвонить и сказать, давайте уменьшим стоимость. Насколько, почему, никто собственнику не объясняет. Так вот, те показатели спроса, а именно количество просмотров на сайтах, количество звонков, количество показов реальных, количество предложений по цене от потенциальных покупателей, они разбиваются все на несколько каналов. На собственника, на агенту номер один, на агенту номер два. Когда вся эта информация расходится в три канала, невозможно определить полный объем, сколько всего звонков, сколько всего просмотров и так далее. Из-за этого невозможно выработать стратегию по продаже. Невозможно понять, а нужно ли понижаться в цене, а насколько нужно понижаться в цене и так далее. А люди, кто продает, они, может, размышляют, как, вот я слышу тебя, допустим, мне нужно продать квартиру, мне вообще пофигу, сколько у вас будет, два, три, десять агентств. Ты приходишь, второй приходит, я говорю, да без проблем, ребята, квартира есть, кто первый продал, того и тапки. Ну, например, я сказал, там, 12700 хочу, к примеру, ну, я просто образные цифры называю. Вы все окей, выставляете одно и то же. Просто я не понимаю, а вообще смысл какой-то, реально есть, вот, 10 человек набивать, ну, отталкивать по такой логике. Это логично, если бы объект продавался по рыночной стоимости. Тогда да, кто первый продал, окей, без проблем, значит, на всех на них есть спрос, на все эти рекламные объявления идут звонки, и кто первого клиента приведет, того и тапки. Но, не забывай, что, собственно, когда выставляют объект в рекламу, как он оценивает недвижимость? Глянул в цене, плюс-минус что-то похожее, поставлю чуть побольше, я потому что, ну, у меня квартира получилась. И ремонт у меня лучше, у меня ламинатного. Вот, поэтому у него объект явно выше зоны спроса. Поэтому покупателя на такую цену нет, просто не существует. Продаст ли он по такой цене когда-нибудь, да, у нас же инфляция есть. Поэтому когда-нибудь, через несколько лет он за такую стоимость продаст. Здесь смысл в чем? В том, что вот, например, агент номер один и агент номер два. У одного 50 просмотров на сайте, у другого 100. Сколько в итоге людей посмотрел этот объект? 50, 100, 150? Или 75? Или 75, потому что сами агенты смотрят друг друга объявления. Поэтому непонятно. Даже на просмотрах по сайту уже непонятная ситуация. Я уже не говорю про звонки, по предложению по цене и по прочим. То есть, если есть задача продать объект быстро, тогда вы делаете стоимость рыночную. Либо ниже рыночной, если тем более быстро надо продавать. Если вы продаете объекты как можно дороже, тогда продажей должно заниматься одно лицо. Либо вы сами уж тогда, либо какой-то один представитель ваш. Агент, агентство, неважно там кто уже. Если объект, например, рыночная стоимость, те же самые цифры берем. 10 миллионов рублей стоит по рынку. То есть, это собственник сам выходит в рекламу, сам продает за 10 миллионов. Все, вопрос закрыт. Я продаю дороже рынка. Всегда по-разному. Ориентировочно 10 300, 10 400. То есть, свою комиссию покрываю, и счет сверху остается. В рекламу бы мы вышли за 11. То есть, мы всегда выше рынка выходим в рекламу. Для чего это сделано? Рынок всегда разный. Спрос всегда разный. Возможно, есть какой-то человек, один единственный, который мониторит именно этот район, именно ждет вот такую квартиру. Вот для него это и рассчитано. Он возьмет такой объект и за 11. Таких редко, но бывает. Вот для того, чтобы таких клиентов тоже мы рассматривали, и чтобы мы по максимуму продали. То есть, выходим сначала намного выше рынка, а потом уже в зависимости от реакции рынка на объект, мы демпингуем стоимость, понижаем. Бывает так, что человек сам выставляет квартиру на продажу, вот висит его объявление. Тем не менее, в процессе он соглашается и на услуги риэлтора, агентства. Потому что денег же вы сразу не берете с него. И появляется второе объявление от агентства. Вот как в такой ситуации происходит взаимодействие с клиентом? Происходит утепление контакта. Что такое утепление контакта? Это когда вот собственник этого агента, скорее всего, либо вообще не знает, либо очень-очень мало с ним знаком. Поэтому доверия к нему абсолютно никакого нет. Задача агента сделать так, чтобы он остался единственным в рекламе. То есть, чтобы собственник убрал свое объявление с рекламы. Для этого используйте утепление контакта. Утепление контакта – это когда вы используете какие-то крутые фишки в продаже в плане объявления в рекламе. Но самое главное – это показать, что вы работаете. Как можно показать, что вы работаете? Самый примитивный способ – увеличить количество реальных показов. То есть, когда люди приходят и действительно смотрят объект. Кто эти люди? Это его знакомые, это его друзья, агенты. Это его коллеги. То есть, это совершенно нормальная практика, когда агенты друг к другу, к потенциальным клиентам ходят под видом покупателей. Определить, что это покупатель или не покупатель невозможно. Вот сколько ты ему вопросов не задавай, все равно не определишь. Собственник, как правило, видит, что я сам продавал, показов не было. Агент начал продавать, показы пошли, все хорошо. И, как правило, лояльность к такому агенту увеличивается, потому что он видит результат. И это все бесплатно. Как ты сам сказал, многие агенты не берут ни копейки до результата какого-то. И они уже видят результат, а еще все это на халяву, и поэтому лояльность увеличивается очень сильно. Ну, потому что у меня бы, например, честно скажу, сразу возникло какое-то даже чувство долга. Да. Все равно, как бы там 3-4 человека ты мне привел, и уже как-то отказать. Ну, честно, друзья, говорю, мне вот то, что ты рассказываешь, я реально через это все проходил. Давно я как-то выставлял квартиру на продажу, все так и было. Что он мне звонил, вот агент тогда, помню, вот у меня есть человек, еще что-то. Приходили люди, смотрели, уходили даже, ну... Да, да. Вполне возможно, что все так и было. Еще более хитро. Приходит подставное лицо, смотрит на объект, делает, ну, некрасивую мину, что не понравился ему объект, и потом делает предложение по цене, которое на 300-400 тысяч дешевле, чем объект в рекламе. Это тоже своего рода демпинг, только это уже скрытый демпинг. Демпинг – это понижение в цене. Да, да, да. То есть человек не напрямую говорит, надо опуститься на 300-400 тысяч, а тут, ну, это же не я сказал, это вот рынок говорит, что на 300-400, на 400. На самом деле подставное лицо. И человек опускается в цене, например, там, на 200. То есть таким образом понижается стоимость, и таким образом вероятность того, что агент в итоге сделку-то закроет, увеличивается. То есть они как бы понижают стоимость, ты соглашаешься, к примеру, убрать свое объявление, квартира твоя упала в цене, соответственно, потенциально больше вероятность ее продать, и это сделает агент. Да, что с тобой обсуждаем, это все не агенты, это все относится к стажерам. Это люди, которые работают полгода в недвижимости. Этим я сам занимался. То есть моя жизненная история, что у меня был такой же хантинг клиентов, то есть я искал собственников, я прихожу на объект, этот объект продавали они сами, и потом в процессе появился еще один риэлтор, который продавал эту квартиру, и я появился туда. Я начал также заниматься фиктивными показами, как меня обучали. Риэлтора второго я снес, сразу все, потому что у него нет показов, он до этого не додумался, вот, и он говорит собственникам, это фиктивные показы, он не сдал тебя. Вы выше рынка продаете, не может быть показов. Я говорю, что они реальные. Мне доверяют, этого риэлтора скидывают. Потом и собственник сам скидывается, на сделку мы вышли. Но, кстати, на сделку мы вышли не потому, что я их демпинговал каким-то образом, а просто потому, что реакция на рынке, точнее, не реакция на рынке, а сам рынок начал двигаться вверх, а мы по цене стояли недалеко от рынка, поэтому сделка совершилась. Хитростей, конечно, здесь полно. Что вот бывает в ситуациях, когда агент говорит человеку, я сделаю для тебя, вот ты мне понравился, это бесплатно, я не буду брать никакую из тебя комиссию. Такое имеет место быть только в случае, если вы покупаете в новостройке, и агенту платит застройщик. Во всех остальных случаях вы сталкиваетесь со скрыткой. Что такое скрытка? Скрытка – это такой вид дохода черный со стороны агента, про который вы не узнаете. Что это такое? Обычно скрытка возможна, когда со стороны продавца и со стороны покупателя есть свои представители, свои агенты. Один, например, агент захотел скрытку, сказал другому агенту, что он хочет скрытку, тот подтвердил, что окей. В этой истории невозможно ее провернуть так, чтобы все остались белыми и пушистыми. Какая-то одна из сторон окажется плохим человеком. Вот человек, который хочет скрытку, вот агент, который скрытку прикрывает. Вот кто прикрывает, он всегда плохой. Как он, вот объясни, вот этот агент, как он получит эту скрытку, в какой момент, откуда он эти деньги выдержит? Вот смотри, если агент этот со стороны продавца, то он говорит, объект мы продаем по такой-то стоимости, допустим, 10 миллионов рублей. По факту объект покупается за стоимость 10 миллионов 100 тысяч рублей. И этот агент говорит своему клиенту, слушайте, там вот этот вот агент скрытку хочет. Он открытую говорит, но он не про себя только говорит, а про другого агента, что тот хочет скрытку. Стоимость будет, ну вы денег получите 10 миллионов, а по ВДКП будет 10-100. Тот говорит, ну хорошо, ну как бы, а как правило скрытка зарывается в тех объектах, которые не так тяжело, точнее не так легко продать. То есть, например, человек продает, 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 два-три месяца, находит покупателя одного единственного. Естественно, человек из-за 100 тысяч рублей не будет разводить какую-то там демагогию и согласится, скорее всего. В итоге оплачивается, этот покупатель, как ни в чем не бывало, оплачивает 10-100, думает, что объект стоит 10-100. Этот получает 10, а 100 тысяч рублей, как прикрывается, это уже различного рода расписки. Если это агентство, то это приходный кассвордер, в общем, там много разных подкреплений, как это можно все закопать. Еще интересный момент, я это просто вспоминаю, когда я продавал квартиру. Друзья, это на самом деле рынок. Я из серии, как вот мальчишка, пришел туда и думал, вот есть продавец, я к ней пришел, мы обо всем договорились, я думаю, ну все. Потом выясняется то, что у нее есть риелтор, который занимается продажей. Она посчитала, что я хочу ее обмануть, кинуть, в силу того, что я пришел напрямую. И здесь происходит просто неописуемое. Продавец, он реально был настолько доверчив этому риелтору, что она мне сама сказала, я с тобой разговаривать больше не буду, веди все диалоги с риелтором. Когда я звоню риелтору, она говорит, у тебя есть агент? Я говорю, ну да, я хочу с ним разговаривать. Я говорю, подожди, я не понимаю, почему ты хочешь разговаривать с ним? Да, он был моим агентом. Если я покупатель, разговаривай со мной. И она просто на отказ говорит, я буду разговаривать только с риелтором. И происходит такая ситуация, что я прихожу в квартиру, вот сидит собственник квартиры, вот стою я покупатель. А решают все это он и она. Они отходят в сторону, я вижу картину, они сейчас там ня-ня-ня-ня-ня-ня. Вот в этой ситуации как это происходит? Вот что в данный момент может происходить? А что, могут скрытку обсуждать, еще что-то? В разной ситуации. В нашем случае мы с тобой когда переписывались даже по этому поводу, я тебе сам говорил, что скорее всего она мутит скрытку, хочет намутить скрытку. Поэтому она так яро хочет со мной пообщаться. На самом деле у нас скрытки никакой не было, но она хотела, чтобы мы, люди, как бы разговаривали на одном языке. Иногда такое бывает, да, действительно, риелторы предпочтительны им общаться с представителями, потому что на одном языке, потому что одна терминология, потому что меньше времени просто тратит. В таком случае мог же, да, обсуждаться скрытка, но, как правило, скрытка при собственниках обсуждаться не будет. Потому что, во-первых, далеко не каждый риелтор пойдет на сокрытие скрытки. А другой момент, что это очень такой интимный практический момент, который надо обсуждать прям вот осторожно. Я скрытку сам никогда не брал, ну, естественно, если бы я даже брал, я бы никогда не сознался, но я ее точно прикрывал неоднократно, потому что это частое явление. Так вот, я перестал этим заниматься с ноября того года по одной простой причине. Значит, агент, мы покупали квартиру, агент со стороны продавца говорит, хочу скрытку в 30 тысяч рублей. Не такие большие деньги. Я объясняю своему клиенту, что вот на рынке недвижимости Москвы существует такое понятие, как скрытка, внимание, мы даем 30 тысяч рублей именно агенту. Из-за этого у нас есть право, иначе она бы заблокировала нам контакт с продавцом, и тогда у нас есть право покупки. У меня клиенты с пониманием отнеслись, говорят, что 30 тысяч рублей не такие большие деньги, окей, отдадим без проблем. Что происходит дальше? Дальше риэлтор оказался достаточно умным, чтобы запросить от скрытки, но достаточно глупным для того, чтобы эту скрытку не отконтролировать. Короче говоря, мы сделку провели, и уже сделка, она уже на регистрации, то есть ее уже не отозвать, ее уже сделку не отменить и так далее. И мои клиенты выдают такой момент, что мы платить не будем. Риэлтору прямо в лицо говорят, мы вам платить не будем, да. Она такая стоит, а меня в этот момент не было. Это был момент то ли акт приема, то ли уже после регистрации, я, честно, не помню уже подробностей. Смысл в том, что меня не было по каким-то веским причинам. И там клиенты сказали, все окей, мы все сделаем. Вот, а меня там не было, и этот риэлтор ничего умнее не придумал, как сказать, что да мне все равно на эти 30 тысяч рублей, я же не для себя просил, а для агента, для вашего. Охренеть, то есть подставил типа тебя, на тебя все скинул. Да, 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 мне клиент присылает просто полотно сообщений из того, что мы тебе так доверяли, а ты вот так наступил. Ну, как бы там уже оправдываться смысла нет, но потому что уже никак ничего не сделаешь. Зато, короче, жизненный опыт, ценой условно почти там 30 тысяч рублей его можно обозначить, но на будущее ты уже знаешь, что... Да, скрытку не закрывайте, никому не прикрывайте, скрытка это зло, только в чистую, лучше... Вот тем риэлторам, которые делают скрытку, просто маленький совет. Увеличивайте свою КПД, увеличьте свою профессиональность, и лучше эти 30 тысяч рублей вы бы в комиссию заложили и объяснили бы, почему так дорого, чем в скрытке заниматься. Бывают ситуации, когда приходит агентство к собственнику и предлагает не просто услуги по продаже, а даже договор подписать. При этом собственник говорит, ну, ребята, в любом случае ниже цены, которую я вижу за квартиру, я не продам. Чем рискует в данной ситуации собственник подписывать договор, и какие здесь могут быть вообще риски? Рискует он потраченным временем, потому что если вы подписываете эксклюзивный договор на продажу, вы сами продавать не можете просто по этому договору. Вы будете стоять в рекламе, движения каких-то по цене, скорее всего, не будет, либо вас будут прожимать по цене, и вы тратите время. Если коротко, это трата времени. Зачем это нужно вообще агенту? Какой смысл? Он как бы стоит в продаже и все, ничего не двигается. Зачем это ему нужно? В агентствах есть такое понятие, как и во многих крупных компаниях, которые называются KPI. Это коэффициент результативности сотрудника. Так вот, KPI в агентствах недвижимости определяется не только количеством денег, которые он принес в агентство, но и количеством договоров, которые он заключил с клиентами, количество объектов в рекламе, количество проведенных сделок и так далее. Такой немножко инсайт, совершенно такой, скорее всего, многие риэлторы меня за это в подворотне встретят. Короче говоря, в агентствах существует такое понятие, как левак. Левак – это когда ты состоишь в агентстве, ты работаешь в агентстве, а сделки проводишь мимо кассы. Как бы на себя. Совершенно никак не оформляя это. Практически все, но большинство, больше 50% точно, агентов, которые работают в агентствах, они занимаются леваками. Зачем им, ну, как бы у них есть доход какой-то, да, с леваков, зачем им агентство? Агентство дает огромное количество преференций и услуг для агента. Юридическая экспертиза объекта, огромная база контактов среди банков, партнерских отношений с банками. То есть там плюшек именно таких, да, их очень много. И ни один агент не захочет по доброй воле с ними расставаться. И поэтому он выполняет KPI. А доходы, у него, он часть доходов показывает в белую, часть доходов он делает в леваке. И поэтому у него, в принципе, по доходам его собственным все хорошо, KPI выполняется, все классно. Но таким образом страдает как бы собственник, который подписался под договор, а там уже будет агент заниматься его объектом, не будет, это уже вопрос как бы второй. Прошел месяц, ты говоришь, блин, ну никто не пришел, там не показал, и тебе говорят, слушай, мы поработали, не получилось, 25 тысяч тебе. Ты спрашиваешь, за что? Ну мы там размещали деньги на рекламу, время тратили, два показа, например, сделали. Могут потом сказать, что а вот же написано? Причем в договоре будет написано, что каждый показ, значит, отмечается в акте о показах. И каждый акт о показах, а акт о показах показать можно кому угодно. Он опять-таки призывал своего друга, Саня пришел, Санек подписался, все, а там в договоре наверняка будет пункт о том, что если показы уже начали проводиться, то уже определенные стоимости от комиссии ты уже должен. Это не способ заработка, это скорее вопрос к KPI. Привязать, да? Ну и привязать, а что ты никого не ушел. Да, да, да. Но все равно, друзья, да, как-то вот так вот дискомфортно, когда... Первое время теряете, ну плюс еще какие-то деньги можете потерять. Зачем? А вот эти леваки, само руководство агентства недвижимости никак не контролируют, что ли? Неужели это так легко? Ну, продажа квартиры, это не быстро. Это все равно нужно этим заниматься. Они что, не отслеживают, кто продал, как продал? Не звонят людям. А случайно не наш агент вел сделку? Зависит агентств. Действительно, во многих агентствах прям жесткая система мониторинга. То есть они выдают свои сим-карты, которые прослушиваются. Они смотрят на твою электронную почту и так далее. То есть они прослеживают. Это некоторые из них. Некоторые не прослеживают. И даже те, которые отслеживают, их очень легко как бы крутить вокруг пальца. Ну, например, вы вышли в рекламу по какому-то объекту. Вы говорите, что человек договор подписывать не хочет, так продаем агентству. Окей. Вы начинаете продавать. Когда вам поступает звонок на ваш номер, вот этот, который рабочий, вы говорите, ой, неудобно говорить, сейчас перезвоню. И звоните со своего номера. Либо какими-то загадками начинаете разговаривать по номеру, который рабочий. И после того, как вы объект уже, либо аванс за него приняли, либо вы уже продали объект, вы говорите, передумал продавать. Дамир, ну, бывают же такие ситуации, когда, например, агент видит, что продается какая-то квартира. И он видит то, что, блин, классный лот, назову его так, прям вот-вот, точно можно будет продать. Он звонит мне как собственнику. Я на контакт не иду. Я говорю, фу, там, пошел в жопу ты, агент. А желание есть. И я знаю, например, как агент, что я сейчас точно найду на него клиента. И что я делаю? Ворую его фотографии. Как-то там, может быть, их меняю. И выставляю от своего агентства мою квартиру. Ну, чужую, вы поняли, короче, друзья. Выставляю квартиру. Правильно это, неправильно? Как это работает? Это мошенничество. Таким я даже, честно, у меня даже, когда я работал стажером, среди знакомых стажеров, такого никто не практиковал, потому что смысла от этого нет вообще никакого. То есть, мало того, что собственник, естественно, увидит это объявление о том, что его же квартира продается. И большие площадки, они, в принципе, хорошо модерируют такие объекты. То есть, они их заблочат. Если даже не заблочат, ну, а смысл для собственника? Нет, смысл для собственника, чтобы там кто-то продавался. Поэтому, естественно, недавно, кстати, совсем заявление написано по поводу вот такой истории. И даже штраф с агента какого-то, какого-то агентства взяли. Ну, вот я как раз к этому и хотел подвести. Что будет, допустим, ты выложил как агент мою квартиру, я это увидел. Как я могу тебя нагнуть? Я это должен заскринить, написать заявление? И какую сумму интересную? Вы можете написать заявление, там суммы небольшие, там, до 50 тысяч рублей точно. Но все равно. Нет, до 50, а сколько точно, я не помню, там, какие-то небольшие суммы. Но все равно, да, приятно. По крайней мере, рекламу покрыть. Так, а вопрос тогда оставляю от обратного. Если я хитрый, я выставляю свою квартиру на продажу, но при этом я ничего продавать не собираюсь. Я ее выставил, вы мне все начинаете агентство звонить. Я вам каждому говорю, да, да, да. И вот вас 10 человек появляется. А я вам на словах сказал, да, пожалуйста, эксклюзив я с вами ни с кем подписывать не хочу. И потом попер каждого из вас, на каждого писать заявление. С тебя десятка, с того, с того, с того. Такое, как тебе такая схема? Не слышал про такое? Не слышал. Друзья, новенькая. Будем, да, будем прорабатывать. Новая тема. В общем, смотрите, тема широкая. Постоянно какие-то подвохи встречаются. Но нам нужно сделать выводы, чтобы из всего этого сюжета, так сказать, выжать. Соки. Подводя итоги этого видеоролика, дай свои советы. Если человек хочет продавать квартиру сам, и если он вдруг хочет обратиться в агентство, как ему действовать? Если сам, то еще раз подумать, хочет ли сам продавать. Потому что это довольно-таки большой груз, который он завалит на свои плечи. И по деньгам, и по времени, и по нервам, и по знаниям. Если все-таки сам. Когда вы размещаете, ну, во-первых, сделайте нормальные фотки все-таки. Во-вторых, не пацану оценку делать, вы хотя бы аналитику закажите, вы грамотного человека. И в-третьих, когда будете писать описание к объекту, укажите не то, что агентство просьбы не беспокоить. Всем агентам и стажерам уже по барабану, они все равно звонят. Пишите, что у вас уже кто-то есть. Агент. Может, вы сам агент. Кстати, вот совсем сейчас, вот совсем недавно проводили сделку. Человек сам риэлтор, и он продает свою квартиру. Вот, то есть пишите, либо что вы сами риэлтор, либо что вы уже с риэлтором на агентском договоре. Поэтому, что вам, таким образом, вам стажеры хотя бы звонить не будут. И хотя бы хоть какую-то часть стажеров вы сократите. Но полностью не сократите никогда. В принципе, наверное, все. И смотрите после этого на реакцию рынка. По реакции рынка пробуйте играть с ценой. Друзья, поймите правильно. Вы должны понимать, что мы стараемся все сделать объективно. Поэтому, когда сам продаешь, вся ответственность на тебе. Чтобы потом не писал ты в интернете, что меня там обманули, тут обманули. А такие, как Дамир, тебе будут говорить, слушай, ну если бы у тебя был свой риэлтор, то он тебе подсказал бы, и здесь бы тебя не обманули. Вот если человек, допустим, захотел обратиться все-таки в агентство недвижимости. Я понимаю, что ты агент. Что ты посоветуешь вообще? Советовать что-то сложно, потому что, что бы я ни посоветовал, я должен за это ответственность нести, за свой совет. Ответственность нести за других людей, ну как-то странно. Потому что посоветую вам одно агентство, или хотя бы категорию агентств каких-то, там есть тоже стажеры, там тоже есть неопытные люди, там тоже есть непрофессионалы. Вы к нему попадете, ко мне дизреспект. Ну да, скажу, ты виноват. Да, 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 или ты, то, что выложил. Поэтому рекомендовать, наверное, могу только себя и партнеру своих. Красиво, красивая подводка, ля-ля-ля-ля-ля-ля. В любом случае, мы на тебя оставим ссылочку, друзья, в качестве благодарности. Все равно полезную информацию ты доносишь. Человек-то проверенный. Если вдруг, не навязывая кому-то нужны услуги, Дамира, обращайтесь. Не нужны, не обращайтесь. Дамир, в завершение, вот тебе вопрос. Вот ты говоришь, стажер, это самая такая тяжелая работа, начальная. Сегодня ты уже не стажер. У тебя сегодня уже большой опыт, у тебя уже наверняка есть повторные клиенты, которые к тебе обращаются. Насколько ты себя в этом плане стал комфортнее чувствовать? Насколько тебе легче стало находить новые заказы, зарабатывать деньги? Я скажу так, я активно работал в полях, это называется, стажером, где-то год. То есть я прям хантил каждый день. После года у меня пошли рекомендации. В принципе, после этого можно уже как бы расслабиться. То есть это в среднем дает примерно 1-2 рекомендации в месяц, которые по деньгам, в зависимости от того, какая у вас стоимость услуги, ну это будет 150-200 тысяч. Друзья, я вижу средний возраст зрителей и понимаю, что вы все люди взрослые. Поэтому снимать какую-то развлекуху, контент типа хи-хи-ха-ха, это не мое. Я считаю, что подобные сюжеты, они для жизни действительно полезны. Вы посмотрели его сегодня, вам что-то отложилось в память, в дальнейшем у вас стоит вопрос по продаже квартиры. Вы можете поднять этот сюжет, еще раз пересмотреть, и вы уже будете понимать, как мыслят, как размышляют, как действуют риэлторы, агенты по недвижимости, как правильно вести в этой ситуации себя. Таким образом, предупрежден, значит вооружен. С вас лайк за полезный сюжет, комментарии пишите, что вы думаете, давайте ваши советы, особенно если вы агенты, о чем недосказал Дамир, какие еще бывают моменты, чтобы можно было и ролик посмотреть, и полезные комментарии почитать. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм-канал, потому что там всегда выходят только свежие новости. До новых встреч всем, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok